Все те люди, которые восхваляют Токаева, говорят, что он тигр, дипломат, настоящий реформатор, что он поднимет Казахстан с колен. Вон, смотрите, что Токаев поставил на место якобы самого Путина. Сказал, что не признает ЛНР и ДНР. Он красавчик, краш и тому подобное. Не смешите, пожалуйста. Я от вас худею. Честно, худею. Как вы можете обманываться на этих пропагандонах? Во-первых, Токаев публично объявил мирных протестующих 20 тысяч террористами и публично дал приказ расстреливать людей на поражение и без предупреждения. Убил детей, матерей. Столько молодых ребят мы потеряли из-за этого преступного приказа. Во-вторых, за эти годы президентства, за свое время правления он ничего не сделал во благо народа. Вместо этого публично заявлял все эти три года, что поддерживают Ельбасы благодаря мудрой политике Ельбасы и будут вести курс Назарбаева. Переименовал столицу в Нур-Султан. Аэропорты, улицы, школы, университеты. Нур-Султан. Абсолютная нур-султанизация в стране. Везде его памятники и до сих пор его картинки висят в Акиматах. В-третьих, всем известно, что Назарбаев и его окружение миллиардеры. Владеют почти всем Казахстаном. А Тукаев никак не может их посадить, а имущество конфисковать. Они просто имитируют, что якобы Назарбаев пенсионер. Но нет. Он управлял Тукаевым, а сейчас им управляет Путин. Тукаев говорит одно, что якобы не признает ЛНР и ДНР. А в деле он демонстрирует, что поддерживает Путина. Говорит, что он царь и тому подобное. Заявляет, что Нур-Султан поддерживает Москву и так далее. Помогает обходить санкции. Выкупает Сбербанк, чтобы профинансировать войну Путина. Он фактически вассал и мебель Путина. Вот кто такой Тукаев. Уважаемые друзья, на протяжении 30 лет режим Назарбаева обманывал, убивал и грабил наш народ. Более того, они до сих пор делают вышеперечисленные преступления и будут дальше все это продолжать. Потому что они уверены, что народ будет молчать и они сохранят свою власть и будут обманывать еще 30-50-100 лет. Честно, они уверены в этом и так мыслят. И конечно же, останутся ли эти воры и коррупционеры во власти, зависит от граждан Казахстана. От каждого из нас. Если мы будем обманываться и покорно жить с этим, если мы будем аполитичными, да. Они будут и дальше грабить, пытать и убивать наших граждан. А если мы сплотимся и будем бороться на площадях, как в январе месяце, мы обязательно одержим победу над тиранами во власти. Одержим победу над диктатурой. Присоединяйтесь к нашему, как власти заявляют, якобы экстремистскому движению демократический выбор Казахстана. Выходите на штаб ДВК. Нас считают экстремистами, потому что мы хотим улучшить жизнь всех казахстанцев. Они якобы молодцы, посланники Аллаха, так как они делают все с точности наоборот. Хотят править бесконечно, держать людей в рабстве, убивать и грабить людей безнаказанно. Не дадим этим преступникам править нами. Алга, Казахстан!